Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем вот такую замечательную мушку, как имитация ручейника. Вот он находится в таком и в таком, как попадает у нас в воду. Полностью ту личиночку, которая обитает у нас в воде. Для имитации ручейников бывает большое количество, как можно их, допустим, изображать. Как вы видите, можно и вот таким планом изготавливать, разные у меня по величине, как и другой расцветочкой, как они имеются, разные. Но я хочу показать вам, как вы просили, тот случай, где используется минимальное количество материалов с максимально возможной для нас полезностью. Давайте мы приступим. По порядку. Что нам понадобится? Значит, я использую крючки вот такие. Это не реклама. Можно использовать граб-шримп любой фирмы-производителя. Но меня подкупило в этих крючках то, что изготовлены из толстой проволоки, достаточно крепкие, уже имеют вес, не надо огружать. И они немножко не соответствуют своим номерам. Ну, будем говорить при сравнении с Гамакатсу. Если это 10-й, то он ближе к 12-му номеру, который у Гамакатсу, по загибу. Но в то же время достаточно толстый. Поэтому вы не смотрите сильно на номера, смотрите только лишь на ту вещь, чтобы вам подходила по загибу расположение материалов, и чтобы мы не забирали полезную площадь для посечки рыбы. Поэтому подберете для себя сами. Учитывая то, что должно быть изготовлено тело, огружено, то есть мы должны выбрать немножечко на один номер больше. Давайте приступим и по порядку я буду вам рассказывать. Как вы видите, я уже изрезки изготовил глазки. Из листового свинца, который мне подарил мой друг вот такого типа, это медицинский, который продается для пластин, электрофорез и прочие процедуры, сразу перешел к тем материалам, которые, допустим, нельзя приобрести. Если у вас имеются уже готовые вот такие всевозможные наборы, пожалуйста, можете огрузить, и будет все у нас в порядке. Нить вначале не имеет значения, но потом в дальнейшем мы с вами нить поменяем. Теперь мы поставим крючок в удобное для нас положение, так как мы будем крепить несколько материалов скользкие и неудобные, все время будем крутить крючок, чтобы вы были к этому готовы. Пока используем эту нить, которая у нас имеется. Значит, можно использовать полиэтилен, но учитывая то, что у меня имеются вот такие всевозможные разных расцветок материалы фирмы HENDS, мы будем использовать их. Я еще хочу вам поделиться одной вещью, скорее всего, а даже не скорее всего, а это вот наш пресловутый воздушный шарик. Только шарик хорошего качества. Значит, если этого нет, можно взять медицинскую перчатку, можно взять изделие номер 2, то есть любой материал, который имеет резину. Или же заменить полиэтиленом, как мы с вами неоднократно это все делаем. Я слегка вот так накосую подрезал для удобства крепления наш латекс, буквально подхватывая кусочек, вот тот, который мы подрезали. И теперь мы в натяжечку стараемся так, чтобы нитка огибала у нас нашу резину, дойти чуть ли не до конца вот уже нашего загиба, даже больше, чем до середины. Оставляем здесь. Теперь очень важный момент, учитывая то, что все равно будут у нас здесь частые поклевки, нам необходимо буквально нанести немножечко клея, пока нить мы не меняем. Для изготовления тела Дэвид Макфайл использует Антрон, но эту мушку я впервые увидел в 2002 году, ее связал Аскар Феллио. Он ее вязал несколько в другом варианте, но использовались другие материалы. Антрон, то есть так как у нас нет такого материала, вот я когда-то распускал для нужд вязания, как вы видите, это обыкновенная синтетическая нить, но достаточно хорошая, блестит и крепкая, близкая к тому, что мы называем искусственный шелк. Поэтому я буквально сантиметров 30, не дольше, не длиннее сложил прядь в две нитки. И вы подберете для себя толщину сами, чисто экспериментально. В процессе изготовления я вам буду показывать, и вы убедитесь сами, что все надо экспериментировать. Оставляем вот эту нашу нить. Теперь я беру другую нить. Если вы часто замечали, я использую вот как вспомогательную. Она у нас, если показать, хорошо флюоресцирует, отражает ультрафиолетовый свет. Я беру эту нашу нить. И чтобы не выполнять лишнюю работу, я вот так здесь ее подхватил, вот такими буквально виточками. Делаем теперь завершающий узел нашей темной нитью. Она нам уже не понадобится. Желательно опять установить крючок в удобное положение. Но для начала, значит, мы должны с вами, это ровница, все время следить за тем, чтобы наша нить не становилась бугорочками, а раскручивалась ровницей. И теперь только лишь мы вот аккуратненько до самой резинки подошли и должны, раскручивая постоянно нашу ровницу, сделать, изготовить тело. Давайте изготовим, и дальше мы с вами продолжим. Вот мы с вами подровняли вот так тело. Теперь очень-очень важный и ответственный момент для дальнейшего изготовления нашей нимфы. Я беру буквально капельку клея, совсем немножко, не переусердствовать. И наношу на внутреннюю часть, чтобы удерживало хорошо в дальнейшем при поклевках мою нитку. Все, убираем клей, теперь приступаем к изготовлению нашего тела. Работать нужно будет двумя руками. Очень неудобно, но в то же время нужно приловчиться. Значит, что мы делаем? Как вы видите, я обматываю сперва, буквально делаю пару-тройку оборотов нить, стараемся держать в натяжку, чтобы она у нас никуда не убежала. Вы можете выбрать для себя сами, какой элемент делать первый. Или же, как у меня здесь, желтый, или же сделать его коричневым. Это, скажу вам честно, несущественно. Я уже и так, и так пробовал, поэтому роли не играет. Убираем теперь нашу нитку. Значит, я обычно делаю пару-тройку оборотов, следим за тем, чтобы нить у нас сложилась, виточек к виточку. Этим мы с вами начинаем формировать вот те сегменты, которые у нас имеются в нашей, у нашего ручейничка. Подхватили, значит, и стараемся сразу посмотреть, чтобы было ровно. Если нет, пожалуйста, мы в любой момент можем с вами подправить. И слегка резинку эту мы с вами натягиваем. Здесь я выполняю тоже парочка оборотов будет вполне достаточно. Опять переламываем. И опять здесь также делаем пару-тройку наших оборотов. Как вы видите, чередование вот таких сегментов мы создаем тело. Одно неудобство, что надо все время держать материалы в натяжку и работать пальцами, как зажимом. Если у вас имеется, допустим, на катушке или на бобине, ну, это будет несколько удобнее для вас. Перепроверяемся каждый раз, чтобы у нас хорошо и ровненько ложилась наша резинка наверху. И как вы видите, есть небольшая сложность, но с ней можно бороться. Уже немножко легче, уже мы закрепили достаточное количество материала и нам уже убегать резинки вроде бы и некуда. Доходим теперь вот до уровня крепления и изготовления нашей грудки. И здесь я чисто символически, потому что мы не знаем еще, как мы залезем на наш сегмент или нет, изготовили, закрепили. Перевели нить вперед, буквально пара-тройка оборотов. Для удобства я беру обыкновенный вот перодержатель, подхватил его. Нитка у меня никуда не убегает. И теперь нам понадобится с вами уже несколько другая нить. Я буду использовать вот такая черная или же фиолетовая, достаточно тонкая, но крепкая. Желательно использовать нить сейчас уже темную, так как мы с вами будем изготавливать грудку и будем крепить элементы, которые у нас темного цвета. Закрепили. Ну, а теперь можем с вами спокойно удалить желтую нитку нашу и остатки крепления нашей черной. Отрезали. Теперь я беру слегка вот так, подтягивая вверх и отрезаю мой ластик. Все, друзья мои. Вот у нас вышло вот такое симпатичное тело, которое, будем говорить, изготавливать можно. Как с помощью вот такой резинки. Я изготавливал вот такое тело и с помощью пера. Теперь мы поставим еще в более удобное для нас положение. Нам понадобится промотать хорошо вот это место и определиться, какой будут величины у нас грудка. Грудка должна быть одна третья часть или, по крайней мере, хотя бы, ну, но не половину. Поэтому я захожу еще вот на свой желтый сегмент, который мы проматывали, и оставляю нить здесь. Теперь нам понадобится несколько другой материал, который используется также. Вот обрезочки. Это кусочек, кусочек рукавицы, которая медицинской. Я специально не делаю вырез, а стараюсь моей ниткой вот так охватить весь материал, чтобы у меня сверху вот так было полукольцо. Не забываем, что крючок имеет у нас свой изгиб вбок. Поэтому центр не всегда у нас будет совпадать с верхом. Обязательно на это место мы с вами нанесем буквально немножечко клея. Изготавливать, как я уже показывал, есть много вариантов дальнейшего зачаточка крыльев. И я обычно всегда стараюсь использовать вот тот материал, который у меня уже имеется. Мы с вами часто вяжем, и у нас остаются вот такие перышки, которые в большинстве случаев мы выбрасываем. Это остатки, ну, обыкновенного куриного пера, который мы с вами изготавливаем. Я возьму небольшое количество, какое, не могу вам сказать, полтора-два сантиметра. Это все будет зависеть только лишь от пышности вашего пера. В идеале, скажу вам сразу, лучше, конечно, использовать перо CDC. Но, скажу вам честно, работает и в таком варианте ничем не хуже. Оторванной части сразу отрезаем. Теперь длина. Это вот то, что у нас остается при линьке, когда наш ручейничек стремится уже достигнуть поверхности. Я стараюсь так, чтобы или до загиба, или не сильно доходя. Укладываем сверху и слегка под углом. Подхватываем не на месте крепления. Вот у нас вышла такая кисточка. Что мы делаем дальше? Удерживаем теперь все перо и начинаем теперь придавать ему то место, где у нас наше перышко, а вернее остатки этих перьев пуховых будут находиться. Вот мы переместили нашей ниткой в сторону. Оставляем здесь. Остатки пока ничего не отрезаем. Крепим теперь вторую половину пера. У нас с вами вышла вот такая симпатичная бабочка. Берем теперь, слегка подкрасим нашу медицинскую рукавичку. Так как мы уже сюда с вами не доберемся. И самое важное. Как вы сможете заметить, видите, вот здесь у нас образуется небольшое такое место, которое необходимо будет прикрыть дабингом. Стоит обратить большое внимание на то, как мы сейчас будем формировать грудку. Значит, грудку на свое усмотрение, друзья, можно и коричневую, вот такая болотного цвета, ближе. Но я беру, если слегка сможет камера передать, этот с блестящими волокнами, уже готовый набор от фирмы Хэнс. Можно самому изготовить, как вам будет удобно. Что мы делаем? Я беру, можно клей, можно вакса, который у вас есть, продается. Можно церковную свечку. Я уже неоднократно об этом говорил, они очень похожи. Я использую кусочек вощины. Слегка промажем нашу нить, так, чтобы без сильного усердия, чтобы не было лишнего. И теперь мы с вами, удерживая нить, берем небольшими вот такими вот порциями даббинг черный и начинаем наносить, слегка прокручивая против часовой стрелки на нить, рассредотачивая весь материал равномерно по нитке. Значит, тело, вернее, грудка должна у нас быть объемная, но не рыхлая, чтобы достаточно крепко выдерживали материалы наши поклевки. Вот мы закрепили. Я теперь опускаю вниз и прокручиваю против часовой стрелки бобинодержатель. Помогаю слегка немножечко рукой. Все, у меня образовался вот такая даббинга веревка. Жгутик хороший, симпатичный. Не забываем о том месте, которое я вам показал. Проматываем так, чтобы не нарушить в то же время положение наших крылышек. Длину нити я уже неоднократно вам говорил. Если у вас имеется функция ротори, можно тогда сделать более 10-12 сантиметров. Но я всегда лучше потом нам добавить, чем иметь неудобства при изготовлении нашего тела. Как вы видите, совсем-совсем немножечко нам не хватило, чтобы равномерно был материал. Продолжим. Еще добавим буквально пару щепоток даббинга. Здесь можно, если вы хотите использовать, потом начесать, чтобы это была своего рода имитация и наших лапок. Но я стараюсь не усердствовать сильно. Мы изготовили с вами вот такая грудка. Она достаточно несколько шире, чем наше тело. И в то же время хорошо выделяется. Теперь мы ставим в удобное положение. Слегка увлажнив палец, я разделяю вот те перья, которые мы с вами закрепили для удобства нашего крепления. Вот такая должна выйти у нас конструкция. Аккуратненько берем, удерживаем теперь перо в том положении, в котором оно уже будет находиться у нас постоянно. Переламываем нашу пленочку. Значит, у нас должно быть вдоль тела и слегка как бы назад. То, что они допорщатся, это не страшно, потому что слегка увлажнив пальцы, вы видите, они принимают нормальное положение. Теперь подтягиваем нить в районе глазок. Как я неоднократно вам рассказывал, чтобы не было скученности материала. Один делаем мягенький, плавный нажим. Не стараемся не перерезать нашу медицинскую перчатку. Теперь я беру через глазки. Перед глазками предварительно, когда я их крепил, я уже промотал ниткой. Еще раз промотаем, переламываем обратно. и теперь уже здесь хорошо с нажимом пару-тройку раз закрепим нашу резинку. Натягиваем и отрезаем. Значит, я здесь не наношу никаких материалов крепежных, так как мы сейчас еще с вами будем крепить усы. И за счет этого у нас уже дополнительно закрепится. У меня имеется вот такое перо фазана. Можно использовать охотничьего фазана. Любой материал, который будут имитировать наши усы. И енот, и барсук. Значит, длина должна быть несколько длиннее тела, поэтому я вымеряю и стараюсь уложить их на крылышки, чтобы мне было удобно потом передвигать мои усы. Вот, посмотрите, мы закрепили в районе глазок. Постараемся наклонить, проверить длину, так как уже потом будут у нас невозможно это подправить. Перепроверимся, свели наши усы одни длиннее, чуть-чуть годится. и опять же в районе крылышек я поджимаю пальцами и в одном месте стараюсь выполнить 3-4 оборота, не сильно усердствуя. Все. Теперь переводим наши остатки пера назад, промотали перед ними. Я беру потом после этого, так как у нас закреплено, не отрезаю, а ножницами срезаю буквально под основание. Все. Остатки не выбрасываем, они у нас для лапок пригодятся. Как вы видите, у нас почти готова уже наша нимфочка. Остается только лишь аккуратненько пройти по местам крепления и сделать завершающий узел. есть небольшая конечно временная зависимость, так как приходится ждать пока тот материал или этот подсохнет. Но мушка скажу сама себя оправдывает, несмотря на то, что очень много такого мелкого времени занимает. Как вы видите, у нас почти все уже готово. Что нам нужно? Я уже повторял неоднократно. Эту операцию делайте очень осторожно и постарайтесь перепровериться неоднократно, чтобы не было лишних у вас потом проблем. Я беру зажигалку не турбо, обыкновенную, слегка увлажнил пальцы, увожу вот так материалы и держу в районе крылышек. У меня остаются мелкие волосики, которые будут мне мешать изготавливать глянцевую головку. Вот такими движениями, как вы видите, мы полностью убрали в районе головки все мелкие волосы. Головка у нас должна быть черной, мы подкрашивали коричневой. Нам еще необходимо будет, вот как вы видите, где мы достали, где мы не достали, подкрасить коричневым щехлик на нашей грудке обязательно. Можете черным сделать, как вам будет удобно. я обычно стараюсь выполнять в такой цветовой гамме. При условии, если выгорает и получается потом становится несколько белесое и размытое, можно опять подкрасить, то есть проблем не возникает, но служит значительно долго. Саму головку нам необходимо подкрасить черным маркером. я вот такими тыками, как я называю, подкрашиваю свою нить, и в то же время я уже вижу, какие у меня еще здесь остались микроволоски, которые будут мне мешать для изготовления моей глянцевой головы. Вот и все. Я показал, ответил вам на те вопросы, которые вы задавали по материалам, по изготовлению. Теперь остается только лишь, я повторю, использую обыкновенную медицинскую иглу, двух-трех видов по толщине. Я поменяю сейчас иглу, изготовлю головку, и мы с вами потом продолжим. Я буквально немножко, как вы видите, нанес лака в район головки. Процедура эта несколько долгая, но в то же время она себя оправдывает. И у нас вышла вот такая имитация ручейника, которая работает практически круглый год, поэтому я ее выкладываю и летом, и зимой, и весной. Это будем говорить так, одна из тех мушек, на которую реагирует практически круглый год рыба. Пробуйте, друзья мои, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. пишите мне на фейсбук, я отвечу на ваши вопросы. До свидания.